добрый день сегодня в моих планах пересадить вот эту лудизию очередной раз после последней пересадки прошло где-то в районе шести лет на последнее время находится здесь на полках в искусстве при искусственном освещении чувствует себя хорошо но она значительно разрослась оголяются ее побеги и поэтому нужно ее либо пересадить либо же омолодить сейчас я его выверну из горшка и уже исходя из того что я увижу буду принимать решение как мне поступить я уже приготовила здесь составляющие субстрата у меня здесь грунт кокосовый универсальный с добавками перлита и еще у меня здесь размоченный мог сфагнум и кара сосновая средняя фракция горшок тоже вот такой я приготовила но как бы сомневаюсь будет ли он хороший будет ли он в пору но сейчас займемся пересадка и все станет понятно ну что ж сейчас попробую это все вывернуть богатство предыдущий раз когда она цвела выглядела она пороскошнее смотрим что видим я удивлена что она так шикарно развилась таком небольшом объеме горшка ну отлично в принципе я довольна так пересадим сейчас будем целиться и подобрала горшок вот он он как бы великоват но если распределить все побеги вот так по сторонам то почему бы нет будет хорошо да наверное в него и посажу здесь у меня еще есть небольшой отросточек смотрите так сейчас я отставлю пусть постоит подождет вот вот этот отросточек это отвалился кусок побега я его укоренила и вот он уже сформированной корневой системой еще и побежек на роз отдельные вот так что я его тоже посажу вот сюда до кучи что называется так ну что начинаем месить субстрат кокосовый субстрат я его заранее замочила это брикет которая размачивается потом он вот такой рыхленький универсальный субстрат спирлитом добавляем маха асфальдума сейчас я его раздеребаню вот ну и сосна для разрыхления и для того чтобы корни хорошо дышали высыпаю и начинаю все это замешивать по итогу буду смотреть чего не достает того я еще как бы добавлю из составляющих ну будем пробовать потому что каждый раз вот субстрат я мишу какое-то другое потому что составляющие меняются вот но просто нужно такой легкий рыхлый субстрат и должна быть непременно и кора вот и обязательно торф чтобы вода немножечко задерживалась потому что если без торфа вода протекает корни пересыхают листья потом краснеют и отпадают усохнув ну короче тут уже экспериментальным путем вот как бы находишь именно ту золотую середину которая необходима для того чтобы посадить лудизио субстрат необходимый ну что мне нравится то что получается очень рыхленько воздушно очень очень даже хорошо то есть мне это подойдет ну что пересаживаем горшок на дно традиционно конечно же ложим вот я нашла пенопласт и это будет наш дренаж на дно немножко субстрата делаем такую луночку чтоб горшочек составляющая вот горшка предыдущего хорошо стали на дно так вот иди сюда все ну и шо хорошо получается правда чуть-чуть подсыплю щас земли туда приду что она глубоковато как бы засажена вот и вот эти побеги вот как в природе расползаются вот таким образом так вот и у меня будут расползаться по моему горшку по субстрату по периферии горшка будут лезть побеги там может вы заметили что по периферии предыдущего горшка уже сформированы маленькие побеги которые готовы расти так все землю я под основание предыдущего кома уже установила сейчас поставим вот этот маленький укоренившийся побежек и будем обсыпать нашим грунтом так обсыпаем потихонечку утрясываем сильно плотно не трамбуем потому что грунт должен быть дышащим хорошо вот ну и с другой стороны корни должны соприкоснуться с новым грунтом но для этого я полью чтобы не было пустот и у него соприкасались новым грунтом так распределяем побеги в разные стороны чтобы это и смотрелось хорошо и растению было комфортно расти ну собственно вот такие вот наши посадки мне нравится то что получается грунт замечательный дышащий каждый раз поливом практически но только после пересадки недели 4 я не вношу удобрения а так каждый раз поливом микродозе я вношу удобрение универсальное и лудизе это подходит то есть не засаливается грунт из-за большой концентрации вот поливаю я не очень часто да вот я не замачиваю а проливом поливаю поэтому получается что произвожу полив приблизительно раз в неделю если холодно то может и раз в две недели короче тут еще нужно приноравливаться новый грунт новый горшок и такое в принципе что побольше по объему так что ну вот получается нечто такое мне нравится посмотрим как лудизе это все понравится ну сейчас остается нам только полить вот и поставить растение на его обычное место так вот при трамбовую немножечко ну потряхивая потому что сильно лишь говорю трамбовать не нужно все производим полив и на том пожалуй все поливать нужно аккуратно потому что если вы часто поливаете и грунт такой плотные то растение просто на раз-два загнивают потом нужно переукоренять если редко то опять-таки листья вы начинают сначала краснеть потом желтеть и усыхать и побеги оголяются ну короче золотая середина и как бы экспериментальный такой вот какой-то опыт всегда приветствуется у каждого свои условия у каждого свой грунт освещения поэтому поливы производятся по-разному ну такое кто получился стоит на своем постоянном месте до скорых встреч